Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. На этот раз эпиграфом к ролику я решил сделать такие слова. Главное не сдаваться. Недавно я опубликовал три статьи о своем опыте заработка в интернете. И меня несколько удивил их относительный успех. Скажу только после статьи, похоже, у Яндекс.Зен появилась серьезная альтернатива. У меня на 9.1.1.1 быстро появилось 7 рефералов. Моя реферальная ссылка на 9.1.1.1 будет под роликом. Если кто не в курсе, тому, кто по ней зарегистрируется, положен бонус 500 рублей. Мне же положено 20 процентов от его доходов на данной платформе. Но ему это будет не обременительно. Такую сумму мне будет платить не он, а 9.1.1.1. Такая положена постоянная премия за привлечение рефералов. Повторюсь, подробнее об этом можно почитать. В статье, похоже, у Яндекс.Зен появилась серьезная альтернатива. Ссылка на данную статью также будет под роликом. И, похоже, такое вступление будет теперь в начале каждой моей новой публикации о моем опыте заработка в интернете. Тем более, что рассказать подробно о моем опыте заработка в интернете, думаю, время уже пришло. В качестве обложки публикации я остановился на этой картинке из интернета. Думаю, она будет в тему. Заработками в интернете я занимаюсь уже более пяти с половиной лет. И могу точно сказать, когда начал этим заниматься. В декабре 2016 года. И за это время произошло много интересного. И понятно, мне не раз и не два хотелось бросить это дурное дело. И это неудивительно. Стать профессиональным блогерам удается единицам. Большинство приходит к выводу, что это копейки и здесь на жизни заработаешь. И бросают. По следующих публикациях я подробно расскажу, через что здесь прошел я за пять с половиной лет. Равно как и о том, как часто и у меня возникали точно такие же мысли. Но эта публикация вступительная. И в ней у нас пока будет общий разговор. А в общем ситуация такая. Более перспективного дела, чем блогерство. Я сейчас в нашей стране не вижу. Почему? Блогерство это не фриланс, как сейчас принято говорить. А это бизнес. И очень интересный бизнес. Самое же главное это бизнес, не требующий вложений. Вернее это бизнес, не требующий вложения денег. Что уникально само по себе. Принцип без стартового капитала много не заработаешь верен. Но не везде. Блогерство как раз и является одним из немногих исключений, где этот вездесущий принцип не работает. Конечно можно сказать, что какие-то деньги все равно нужны. Нужно иметь компьютер или ноутбук и платить за интернет. Да только в наше время компьютер или ноутбук все вернее заменяют телевизор. И есть они уже у очень многих. А плата за интернет сегодня меньше платы за электричество. В то же время блогерство безусловно требует очень серьезных вложений. Но вложений не денег, а своего интеллекта. И именно интеллект, а не деньги, способен принести в интернете большие деньги. В интернете можно всерьез говорить о создании интеллектуального капитала и о его вложении. А у интеллектуального капитала есть огромное преимущество перед капиталом финансово. Он никогда не иссякает. И его запротоколированного интернетом практически невозможно украсть, равно как и его в интернете практически невозможно потерять. И поверьте, этому нет цены. Можно сказать и так, интеллектуальный капитал как раз и есть. Тот самый неразменный рубль из русских народных сказок. Ошибки не будет. Хотя нет, все-таки будет. Поскольку интеллектуальный капитал это не неразменный рубль. А это неразменный золотой чавовец. Почему? Сейчас объясню детально. Преимущества интеллектуального капитала над финансовым в интернете просто ошарашивают. Что такое работа блогера? Это журналистика в чистом виде. А что производит журналист? Правильно. В основном тексты и видеосюжеты. И Михаил Булгаков был тысячу раз прав. Когда сказал, рукописи не горят. Добавлю, даже если это видео рукописи. При грамотном подходе, произведенный тобой контент, твоя неотчуждаемая собственность в интернете навсегда. И ты можешь его вкладывать, вкладывать и вкладывать. И именно произведенный тобой контент, что текстовой, что видео, что фото, что так далее, и является твоим интеллектуальным капиталом. И куда же его можно в интернете вложить? Спросите вы меня. И я сейчас подробно расскажу. И расскажу, понятно, о своем примере. За указанные 5,5 лет у меня уже успели появиться 172 публикации на отзывике, 177 публикации на рекоменде, 434 ролика на ютубе, 834 публикации на моем первом канале на Дзен. Он забанен, но публикации, понятно, от этого никуда не делись. 667 публикации на моем втором канале на Дзен. Итого только на данных ресурсах. У меня 2284 публикации. И это, понятно, далеко не все. Я указал только ресурсы, на работе, с которыми я хотел бы остановиться. Продолжение данного рассказа. Главное здесь для нас пока другое. И вот что. Около трех месяцев назад я создал каналы на двух новых платформах. На уже упомянутой 9111 и паблику. И на 9111. У меня уже 290 публикаций, а на паблику 166. Так вот, большая часть этих публикаций не новая, а старая. С отзывика, айрекоменды, ютуба и цены. Я просто в очередной раз монетизировал их на указанных платформах. Вложил часть своего интеллектуального капитала. Еще и на 9111 и паблику. И продолжаю вкладывать. Самое главное. Уже сказал, у меня в запасе только на указанных ресурсах. 2284. Как текстовых, так и видеопубликаций. И мне их только на 9111 и паблику, боюсь, придется вкладывать не один год. И, кстати, я ведь еще вовсю продолжаю создавать. И все новые и новые публикации. И правила контентных платформ такое позволяют. Да и как иначе? Эти публикации ведь у меня защищены законодательством об авторском праве. Правда, и паблику, и 9111 возникли недавно. Но я нисколько не сомневаюсь, что контентные платформы будут возникать, возникать и возникать. Да это и понятно. Как я уже сказал, это очень перспективный бизнес. И не только для блогеров, но и для тех, кто бизнес блогеров организует. И на всех таких платформах. А их, кстати, уже несколько больше, чем я сейчас указал. И не только наших, но и зарубежных. Но так сложилось, что и зарубежных платформ я работаю только на ютубе. И пока это оптимальный вариант. Думаю, понятно почему. Но думаю, можно не сомневаться, что и здесь однажды все изменится. И изменится в лучшую сторону. Можно сказать, что здесь полная аналогия с бизнесом, писателей и издателей. Да вот только она не полная. А она гораздо лучше. Я могу так сказать, поскольку на момент, когда я решил заняться блогерством, я уже был издающимся писателем. И на этом я тоже остановлюсь. Поскольку это тоже вложение интеллектуального капитала. Только более сложное и интересное, чем постоянное его вложение на все новые возникающие контентные платформы. На 2016 год у меня была издана только одна книга. Научно-фантастический роман «Темное пламя». Вот как выглядит его обложка. Так вот, над этим романом я работал 6 лет. А потом мне пришлось ждать еще год, пока издательство официально включит его в свой план и издаст. И разошлет по книжным магазинам на территории бывшего Советского Союза. И я приостановил свою работу как писатель. Поскольку понял, что при таком раскладе с денег, которые приносит издание от них, не проживешь. И это при том, что мой роман прозвучал. И даже был номинирован на две литературные грибы. Но дальше я начал работать над зан. И я спросил у них, могу ли я начать публиковать на моем канале фрагменты моего романа в продолжение. И мне ответили, пожалуйста. И я опять получил возможность зарабатывать с моего романа, пусть небольшие, но деньги. Сейчас я публикую фрагменты темного пламени. Еще и на 9.1.1.1 и паблику. И понятно, в каждом фрагменте даю ссылку на его полный текст на литературе. Где его можно купить? В электронном виде. Ссылка, где можно купить электронную версию моего романа, тоже будет подробно. А дальше, когда счет моих публикаций на интернет-ресурсах, пошел на тысячи, я задал себе вопрос. А что мне мешает запустить обратный процесс? Дело в том, что масса моих публикаций тематические. Ну а раз так, то что мне мешает их скомпоновать в тематические сборники и опубликовать на Литрес еще и как книги? И для начала скомпоновал в сборник мои отзывы на книги двух известных писателей. Они были опубликованы в начале на отзывике и рекоменде. И назвал сборник Берри Владислав Крапивин и Михаил Ахманов членами тайного общества Диск. И послал его на Литрес. И он был опубликован и распределен по магазинам электронной книги через две недели. Напоминаю, в издательстве мне пришлось ждать издания бумажной книги ГОД. Здесь же электронная книга была издана через две недели. Теперь, надеюсь, понятно, почему я сказал, что аналогия между писателями и издательствами здесь есть, только она не пугная, а гораздо лучше. Вот как выглядит облушка сборника. Купить ее в электронном виде тоже можно по ссылке под роликом. К этому нужно добавить, что указанные отзывы на произведения Крапивина и Ахманова. Я продолжаю публиковать на Дзен 9.1.1.1 и паблику. И под каждым также даю ссылку, где в электронном виде можно купить полную версию книги. А теперь я предлагаю вспомнить, сколько у меня уже опубликовано в интернете аналогичных отзывов, равных и многих других текстов. Похоже, на их основе я могу создать уже десятки книг. Их уже даже писать не надо. Публикации нужно только скомпоновать и подредактировать. Получается, я, занимаясь блогерством, между делом стал еще и писателем. И сам умудрился этого даже и не заметить. Самое главное же, мне теперь не нужно ждать выхода каждой новой книги года. На Литрес, в электронном виде. Их издают за две недели. Надеюсь, теперь понятно, почему я считаю блогерством самым перспективным делом в нашей стране. Ну и заканчивая эту первую вступительную публикацию, я хотел бы обратиться к блогерам. И не только к начинающим, но и опытным. К тем, кто устал. Так вот, я говорю, не сдавайтесь. Думаю, вы занялись стоящим делом. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках.